Сегодня мы расскажем вам историю пса по кличке Лукас, который живет в Якутске. Он в течение год ждал своей очереди на спасение. По поводу него ко мне обратилась девушка. Ведь Лариса Володина почему-то не торопилась спасать питомца, хотя говорила о нем в своем видео. Пес прилетел в столицу вместе с двумя другими собаками, которые были первыми в рейсе. В аэропорту его встретила Марина, которая уже не надеялась спасти Лукаса, запавшего ей сразу в душу. Признаюсь, я тоже не раз вспоминала этого улыбчивого песика из аэропорта, который так был рад тому, что его спасли. Но мне не было известно, как сложилась его жизнь до тех пор, пока куратор этого улыбаки не попросила меня написать ее историю. Вот о чем мне рассказала Марина. Началось все в Якутске, когда у песика даже не было имени и почти ни единого шанса на то, что его кто-то спасет. Увидела я питомца совершенно случайно, когда еще не была подписана ни на кого в социальных сетях из этого города. Оказалось, что какой-то неравнодушный человек, работающий фотографом, делает попытки помочь собакам при помощи их снимков на своей странице. Увидела я рыжего милого улыбаку 22 октября минувшего года. На фото он выглядел очень несчастным и с завистью смотрел на другую собаку, у которой есть хозяин. Я сразу же стала узнавать, как можно вывести, спасти песика, но Лариса мне в тот раз отказала, сказав, «В Якутске слишком много собак и всем им не поможешь». Несмотря на все мои волнения, я не была в силах помочь на расстоянии. А дальше всем известно, что случилось. Собаки в Якутске были объявлены врагами человека. О том, как действовал отлов, невозможно спокойно говорить. Гребли всех под одну гребенку, без церемоний. Этот Новый год не смогли пережить сотни ни в чем не повинных собак, которых когда-то выбросили местные жители. Люди, у которых нет никакой ответственности, берут щенков для забавы, а после просто выкидывают их на улицу, словно ненужный хлам, никогда не стерилизуют и не стараются пристроить в добрые руки. «Большинство собак не имеет шанса на спасение из этого ледяного плена». Однако Лукасу улыбнулась удача, он не попал в отлов, который в народе стали называть черным за то, как они поступают. Опять я увидела песика на одном официальном сайте. И тогда поняла, что это второй шанс. Раньше мне удалось спасти одну собаку по кличке Ласка, которая попала под раздачу 8 марта. Многим об этом известно, даже есть статья в интернете о спасении Ласки. Прекрасно понимая, что нужно действовать быстро, я объявила себя куратором песика, попросила, как можно скорее забрать рыжика и увезти подальше от этого страшного места. Когда песика вывели из вольера, он сразу понял, что он спасен. Он был так счастлив и благодарил человека так, как только мог. Второй раз в жизни я видела это чудесное преображение собаки, вывезенной из точки, из которой обычно не возвращаются. Лукас тут же стал радостным, вернулся интерес ко всему окружающему, когда он стал забывать весь пережитый кошмар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!